Здравствуйте, мои дорогие! Здравствуйте все те, кто заглянул на мой канал. Сегодня я снимаю одну из улиц. Смотрите, вот дорога, которая ведет прямо, она ведет прямо Филадельфию. Это квартала 3, и начинается территория Филадельфии. А эта улица под названием... Вы видите горизонтальная табличка. И в начале этой улицы находится вот такой храм, церковь, лютеранская церковь. Монументальное сооружение с облицовкой местного материала, камни. Вот так выглядит лютеранская церковь. Сейчас я подойду поближе и сниму расписание работы этой церкви. Ее фасад на дорогу. Теперь посмотрите расписание работы этой церкви. Вот такая она. Сблизи, попробую ее обойти со всех сторон, показать вам. Это начало улицы. Входные двери, окна с витражами. И рядом жилой дом. Посмотрите, как вписывается эта церковь в окружающую среду. Материалы повторяются в архитектуре частного сектора, в жилых домах. Это вход административный. Вот так она выглядит. Ну и дальше улица. Я буду снимать эту улицу. Сейчас перейду на другую сторону и покажу вам ее со стороны. Пешеходным переходом смотрит вот такой знак. Он яркий, флуоресцентные краски. И вот вы переходите и идете в эту церковь. Вот так она выглядит. Так, ну что ж, прогуляемся по улице. По одной из улиц. Такие красивые венки в окнах. И еще раз мы смотрим, как выглядит церковь в населенном пункте, который называется Хавертаун. Рядом с Филадельфией. И мы прогулялись. С одной стороны этой улицы. И с другой стороны. Ветражи. Такие дома. Тротуары. За каждый тротуар отвечает тот, кто живет в доме. Это его считается территорией. Только за дорогой уже ухаживает администрация населенного пункта. Ну, вот такие домики. Конечно, всячески стараются украшать люди свои дома. В маленьких двориках ставят скульптуры. Все, что только можно. Но не очень в большом количестве. Не нарушают какую-то гармонию. Соблюдают внешний вид. Всевозможные беседки. Террасы при входе в дом. Сегодня воскресенье. Уже вечер. И утром, и днем, и вечером здесь абсолютно одинаковое количество людей. Выходные дни. Только машин рядом с домами стоит больше. Кто-то сделал качелю. Это ребенка. Декоративные бочки. В них будут высаживать цветы. Птицы кричат. Смотрите, какие террасы. С какой мебелью. Такие дома по этой улице. Видим. А здесь, посмотрите, насколько хорошо ухажена трава. Деревья. Схиляли ветви ненужные. Это заслуга тех, кто живет в этих домах. Соседи ухаживают за газоном. И за этими большими деревьями. Без разрешения спилить такое дерево нельзя. Вот, перед вами еще один домик. В конце улицы мы снова видим административное здание. Но это балетная школа. Я подхожу ближе. И вы можете прочесть такое здание с такими великолепными фотографиями. И вот вход. Если вы хотите изучить свадебный танец, вам сюда. Вас научат танцевать. И обязательно вы станцуете лучше всех. Вот. Расписание. Нужная информация. Для того, чтобы записаться в эту бальную студию. А точнее, это можно назвать даже школой бальных танцев. Вот так закончилась улица. Начинается другая. Здесь своя архитектура. Смотрите, уже другой вид домов. почтовый ящик голубого цвета. Бросают письма. Выгуливают собак на поводочке. Если присмотреться, то, конечно же, их не отпускают гулять самостоятельно. Вот так начиналась улица с церкви. А заканчивается школой бальных танцев. Даже классического балета. Ну вот у меня все. Пока.